Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ввиду конфиденциальности информации, я не буду ее озвучивать. Скажу только, что дело касается отношений и определенных потребностей в них. Человек спрашивает, значит, нормально ли это, или любой психолог скажет, что это результат психотравмы. Ну, совершенно точно не любой, и вообще, пока неизвестно, бывали у вас психотравмы. Да, есть мнение, что у человека в любом случае есть какие-то травмы, особенно в детстве, но не все травмы оказывают какое-то такое серьезное, сильное влияние на психику человека. Я бы не сказал, что определенные потребности, которые возникают, например, у вас, да, напрямую связаны с тем, как вы видите реализацию этих потребностей. И я думаю, что можно, конечно, реализовывать ваши потребности так, как вы, в общем-то, хотите, вот. Но, коль уж вы обратились, например, к психологу, да, к психологам, то имеет смысл разобраться с этим подробнее. Из чего эта потребность проистекает? Например, ваша невлюбчивость и, я так понял, определенная холодность, может быть, даже отстраненность и слабая тенденция к тому, чтобы идти на контакт, судя по тому, что вы говорите, я могу ошибаться, может быть, тут я не прав. Вот. Ну, это, в принципе, свидетельствует о чем? Об определенной закрытости. И определенная закрытость, а также довольно, довольно ярко, на мой взгляд, выраженное разделение на мужчину и женщину, то есть выделение гендера, выделение гендерного аспекта, ну, свидетельствует об определенных, конечно, у вас проблемах, которые можно и нужно прорабатывать с психологом, да, например, то, что вы как-то вот различаете, да, когда, допустим, мужчина и женщина говорите, что, ну, вот, он мужчина и так далее, вот, это говорит о том, что вы в какой-то степени принижаете значимость своей личности в отношениях, именно личности, а не гендеры, вот, и это, на мой взгляд, ну, приводит вот к таким, к таким моментам, да, вот, потребности в нежности и так далее, а также то, что вам хочется ею делиться, тоже нуждаются в исследовании, потому что потребность в том, чтобы делиться, это одно, желание получить эту нежность, немножко другое, да, вот, и все действительно может свестись к той форме, которую вы видите, да, которую вы предлагаете, но ведь могут быть варианты, могут быть варианты, и вот то, что могут быть варианты, вот, вероятность того, что могут быть варианты, ну, на мой взгляд, стоит того, чтобы это изучить поподробнее, например, может быть, как бы это банально не звучало, речь идет об отношениях с мамой, да, вот, то есть, к примеру, если ваша мама была достаточно холодным человеком у вас в детстве, вот, то могли, могли остаться определенные, конечно же, последствия, вот, могли остаться определенные, такие вот проявления, скажем так, вот, и это один момент, и есть еще куча-куча-куча-куча разных моментов, поэтому я бы не сводил все к психотравме, вот, которые как феномен может отсутствовать у вас, но я бы поисследовал вашу историю жизни, как минимум, вот, ну, коль уж хотите попробовать что-то, я не вижу в этом никаких препятствий, да, особенно если, там, как бы вы и ваш партнер, да, согласны, относятся спокойно, не видят в этом каких-то негативных моментов, то почему бы и нет, но все-таки, 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 вот, имеет смысл это преследовать, если вы хотите, конечно, этим заниматься, да, вот, потому что спрашивая нас о том, нормально ли что-то, что-то, вы не решаете, не решаете проблему, потому что, ну, кто-то скажет нормально, кто-то скажет нет, на мой взгляд, все, ну, профессиональные психологи, да, они скажут вам, что это нормально, если не вредит вам и не вредит окружающим, вот, только вам это все равно не поможет, потому что, ну, незнакомые люди, которые говорят, что что-то нормально, да, они мало на что влияют, нужно, чтобы вы сами пришли к определенным ощущениям, нужно, чтобы вы сами лучше видели то, что с вами происходит, нужно, чтобы вы сами видели и чувствовали то, чего вы хотите, нужно, чтобы вы не сводили то, что вы хотите, к одной какой-то форме, И вот этот момент, момент расширения вашего восприятия себя и людей вокруг вас очень важен. Поэтому я думаю, что самый лучший способ разобраться, пойти на психотерапию и последовательно за всеми этими моментами разбираться. На этом все, на этом все. Надеюсь, что вам это было полезно. Начинать стоит с анализа отношений с родителями и с молодым человеком. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго!